приветствую друзья стрим начинается собственно говоря я загружаю игру как раз прямо сейчас 20 я надеюсь что вы кстати меня видите и слышите уже вы меня видите слышите или вы меня не видите не слышите видим и слышим отлично все замечательно загружается в эзинское кладбище все замечательно я оказывается остановился на нем я в честно говоря не помнил уже этого но окей и загляну я для начала в журнал задания чуть-чуть сдвинул чатик для того чтобы у меня приоткрылся вот здесь вот интерфейсик мне кажется что так будет удобней но вы скорее всего если бы я не сказал не заметили бы этого и это нормально так таинственная башня теперь я могу войти в башню ну давайте выполним что ли я не знаю это задание в конце концов но это моя текущая территория ладно в любом случае сейчас мне отсюда нужно нет не в храмовый не в храмовый квартал я пойду отсюда в как там купеческий да в купеческий квартал отсюда пойду даже мне нужно сдать что что-то что-то что это что это что это а показалось мне показалось что над каким-то надгробием я мог произвести действие вот произвести действие над надгробием ну собственно в купеческий квартал кстати а может быть я нет наверняка нет но я не буду говорить об этом сейчас купеческом квартале я сдам квест трис наверное наверное ну я надеюсь сейчас сейчас посмотрим сейчас посмотрим что этом смогу сдать не смогу сдать кстати выполняем традиционные напоминаю о том что давайте ребята выполняем дейли кинесса 2 тв нужно зайти плюс ануть со страшной силой так каждый день каждый каждый день и за дня в день так вот вот я где вылез главный а кстати главный королевский ловчат это мне нужен дарь ведьма надоели тебе предместья здоровья получил приказ возвращаться в зиму король фольтест скоро вернется при случае я вознаграждаю тех кто помогает устранить опасности для общества опасности для общества награды за убитых чудовищ есть кто-то на твоем счету ну что откуда ты знаешь все прочее кстати интересно семейное наследство книга с описаниями и изображениями всех чудищ знаешь что там написано что мол каждое чудовище воплощает какой-то человеческий грех яга обжорство вампиры пьянство а какой грех воплощает скалопендроморф ну хорошо что что хорошо платят огромный волк появился на болотах местные утверждают что видели самку виверны которая крыла детей а вот так нападают если их не провоцировать местные от них сплошные неприятности наверное они попытались отогнать виверну каким-то народным способом рассказывай дальше спрашивай будь здоров и здоров не кашляй задание то я получил что понять не могу о боже мой азериканская алхимия давайте почитаем почитали прекрасно письмо рыцарю черт с ним так где бы мне подраспродаться бы мне бы что где-то подраспродаться мне нужно вообще где я м блин опять на карту территории то почему сразу не открывает мне дозорная башня кладбищенские ворота таверна новый нарокорд давайте-ка я сгоняю в то так я сейчас вот так вот нажму чтобы мне чуть проще было ну вот да я тоже так понял что мне типа их не квестами выдали ну странно странно конечно что мне их выборы не так ступени туда побежал хотя нет на самом деле может быть туда в итоге сейчас узнаем купец о купец 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 так 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 где он вот он здорово купец лагают и есть геральт из ривии а кто интересуется у меня послание к тебе от наших общих друзей и послание следующее не вмешивайся в дела которые тебя не касается дерзкий несу руку в огонь иначе обожжешься а ты дерзкий у меня тоже есть послание у меня тоже есть послание для наших общих друзей продолжай передаем что мы скоро с ними встретимся пусть говорят лично во если они хотят что-то мне сказать пусть говорят лично не волнуйся ваши пути пересекутся но когда пересекутся да и поговорим так что это у них тут соль что такой я опять на этом на торговой площади да ну давайте сейчас с купцами немножко торгуем то что у меня тучат всякого пивчанского и прочего барахлишко вот например козье молоко арбузики лично тоже сбываем белые розы давайте оставим а вот тюльпаны продадим и это все что он может у меня купить зашибись вот опять пробегу по пяти купцам оптовый торговец а этот не торгует а он в розницу не торгует продает спиртного с тобой мы тоже уже торговали но может учить куда вот это мне сейчас и нужен вот чего-чего а спирт но это мне как раз сейчас и нужно продать так это не эльфгардская лимонная гусиный жир тоже покупает и даже нутряное сало прекрасно среднюю крепость блин вечный сбой про этот бегунок то все одну треть практически инвентаря мы таким образом очистили продавец к не помнится только разговаривают так и все же я хотел то верно попытаться добраться территория у стен бочка бочка что 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 дверь а просто две окей а где а как тут вообще попасть так я здесь здесь равнице давайте до травницы сгоняем с этой штукой нельзя ничего так где травница стопы дом что ли травницы пишут очень странно но отсюда пойдем блин впервые вижу сколько тебе лет дэдшот 98 16 в этом году странно что впервые видишь это называется олдскул у меня же еще катюня действует ну берем крепкий алкоголем может пригодиться так баффет лестница заперты рыбина а ну тогда в общем то как бы дэдшот неудивительно да неудивительно в принципе ты сам я думаю понимаешь что если ты не играешь в рпг то неудивительно что для тебя этого новинку старость а где сама травница девочек подумал что никак не хватает ее присутствия в ее доме кто-то кажется разговаривал может я просто как-то упустил травница но нету ее хорошо уходим никак не отношусь к жанру тем более такого жанра как гонки не существует и опять инвентарь почти забит да что ж такое круче нет я вот эту всю хавку сейчас выброшу нафиг вместе с рыбиной и с черникой тоже все пошло на все нафиг так пытаемся все еще найти таверну так нужно надо верно поставить а вот все внутренний дворик вот она что пенчуга ну-ка ну-ка ой доска объявлений вот это я люблю вот это ох тыж контракт на вивернов все вам все могу взять все могу взять отлично на архи спор на как от риксов на флидеров блин надо было сначала сюда ходить на гули ну зашибись да так подождите там же задача же принести же нужное количество так что ничего страшного я же набираю еще один наверно и на грайверов даже так прекрасно прекрасно нет но есть как бы авто симуляторы есть там как как под жанр теоретически можно выделить собственно там раллиные симуляторы что-нибудь такое если речь конкретно о гонках идет так это мы выбросим мне же они по идее не нужны уже квестов набрал посмотрим контракт вот на флидеров к вели раду за вознаграждением уже да чувствуете на как от rix of так кимор на гули к вели раду за вознаграждения на граеров клеве к вели раду за вознаграждение зайти к юзу за вознаграждением прекрасно где юз находится в храмовом квартале я просто помню да как бы им это знакомое так а вот где вели тогда в дозорной башни совершенно замечательно но стоп я хотел зайти сначала в эту корчму в нее здесь иди отсюда в корчму сохранение при переходе новую локацию лютик сидит в старый добрый патрик из вейзе горожанка ну давайте с лютиком поговорим я не в том настроении чтобы слушать музыку поговорим позже проблема заключается в том что я обещал сыграть для всех этих людей первая игра на пока таком случае у тебя действительно проблема по моему эта игра которую если мне память не изменит она называется shattered york поищите в интернетах кажется так на захотите я могу сейчас сильно ошибаться ведьмак обладает способностью мгновенно копировать контракты себе в журнал чтобы не таскать кучу бумажек как смешно мое отношение к стратегиям положительно я в понедельник играл в цивилизацию недавно проходил на канале оба starcraft и можно как бы сделать из этого вывода уже первая игра warcraft 3 как много ты пропустил так куда делась твоя людьми делась твоя людьми истории не хочется рассказывать поить его теперь чувствую поить на новая пропойца есть маконь средненький вот туссенская красненькая давай не умеешь не берись маловато ему да пока так селитру он не будет пить краснолюдский спирт это я чувствую прям в штыре так основа для эликсиров а напиток вода так ну остались то остался только крепенький вот давайте краснолюдский спирт вот все с краснолюдского спирта похоже в достаточной мере накатило уже а чё прям прям аж выкинула из диалога да вы гоните я так а что такого особенно в этой люди что такого особенного в этой люди не уже и не помнит это людьми которую я получила туру и когда мы были в долине цвета кто такой-то рубель вы не такой а такая эльфийка из синих гор ты помнится разбил ей нос когда вы встретились похрюкивает такой забавно сейчас я слышал что она присоединилась к это или интересно желали она дали на цветов и я даже написал это балладу там где дьявол говорит спокойной ночи сегодня я ее буду петь приготовьтесь как же отлично плана отлично значит ты понимаешь почему не так узнает люди про особенно муж спросили как тянулась пробраться и удалось пробраться в купеческий квартал благодаря своему обаянию и великой славе вот про людьми в фильме реально не помню но я давно смотрел последний раз марк да нет геральт ну ты ничего не понимаешь жизнь я обратился не к стражник а уже отходят опьянение видно или просто он двигается мало учил играть на людне учил играть была красивая луку у купца у этого есть разные связь и он достал мне он не добыл разрешение принял меня этим показав что не какой-нибудь плебей и невежда культурный человек это был его вклад в развитие из искусства к сожалению к сожалению наши с ним отношения теперь зашли в тупик вот так она до встречи приятно было поболтать лютик так охра охранник второй этаж охраняя да о купец еще купец может быть с кем-то из них можно будет заторговать ну давайте вот патрик извести сначала сохранимся потом с патриком извести поговорим кого я вижу ведьмак а ведь говорили что вы все вымерли не все кое-кто остался меня зовут геральт я бы не хотел открывать свое настоящее имя рыцарский обед если хочешь называй меня патриком извести орден пылающей розы именно может быть ты сможешь мне помочь посмотрим моя сезон верника мы нашли утром на постели она была без сознания кровь стекала из отметок клыков на шее это был вампир отметки клыков не всегда принадлежат вампирам эти точно принадлежали вампиру а потом через некоторое время моя сестра исчезла должно быть превратилась кого-то а потом сбежала если она стала вампиром мне придется прежде всего я хочу чтобы ты ее нашел и подтвердил наше подозрение хорошо так вы знаете зигфрида ну давайте хорошо я найду твою сестру ты ее сразу здесь диалог не кончится ее лазурные глаза невозможно не заметить она стройная красивая блондинка ох что-то ну ладно я видел голубоглазую куртизанку в борделе но когда голубоглазую куртизанку в борделе этого не может быть моя сестра никогда бы до этого не опустилась у меня нет никакого доказательства но та девушка соответствовала я думал он сразу меня наедет найди доказательства на кону честь моей семьи хорошо посмотрим что можно сделать так но мне видимо сначала нужно будет с ней встретиться скажем блин там же можно было про зигфрида спросить ну ладно черт зигфрида торгуешь подождите торгуешь только ничего интересного ты не торгуешь так что до свидания хорошо в это крыло тебе давай уже кулачный боец вы поглядите я предвкушаю я предвкушаю кулачную схватку кто тут самый анджи колода когда-то я был не победить меня называли надеждой белых не уверен что я тебя понимаю меня был потенциал а теперь приходится ошиваться вот в таких выгребных ямах как это и все из одного единственного боя ты был воином боксером ношу теперь капюшон чтоб меня не узнали у меня были сотни поклонников женщины золото а теперь что случилось сначала меня обманули судьи несли что-то об ударах ниже пояса можно подумать этого парня вообще когда-то были яйца у меня дисквалифицировали продолжай но это было только начало моей трагедии я выходил на ринг снова и снова пока пока что пока пока я не вышел на бой против дайсона день был жаркий залива дул прохладный ветер кого крово заря один стилалась над городом всего один крово закат и я понял что этот бой мне не выиграть я ушел я ушел поняв что жизнь это не только бокс с тех пор я ношу этот капюшон чтобы никто меня не узнал ты сдался после одного удара нет скорее это было своего рода духовная трансформация на тебя я запросто смогу победить как насчет ставки две сирены о хорошо я буду участвовать давай-ка счете от марта ведьмак начиная атаковать уже да я сейчас его делаю вот раз еще такой теперь победный танец традиционный традиционный победный танец чужой такой медленный этот победный танец я очень понять и учился драться у дайсона я ведьмак я победил выбирай что хочешь я выбираю кусок метеоритной стали иронический камень я выбираю магический знак иронический камень или я возьму золото магический знак иронический камень заманчиво возьмем выбираю магический знак иронический камень понятия не имею чё это но возьмем руна земли и рунный камень сварога мне задали вторую руну земли просто а еще раз так сильно кулачный сильный кулачный волос с тобой с тобой то мы сейчас и поваливаем давай драться ой что это я перегнул маленько так нас ракет нас ракетик надо немного зато в валюте будет интересная драка готовы по местам давай добиваю опа ногой помотать а почему нет возможности и вот этот мой любимый наимедленнейший победный танец такой ведьмак наслаждается победы никуда не торопится не бог так с этим поговорить а на 2500 нельзя тут можно ставку два раза повысить проверено было воюем тогда на двадцатку я тебе за просмотра давай пухленький не понимаю систему наконец-то это не очевидная система честно говоря танцую давай ведьмак танцую чушь все до танцу и до конца системы воевали вот с тобой допустим о да 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 в драку прямо в драку тоже на десяточку но это же вообще не серьезно я скоро перестану с ними драться я не буду драться только вот семенными вот и на этом рассмотрим потому что они хотят какой-то интерес дают там наверное квест как-то продвигается связаны с кулачным боем а привет всем тем кто сейчас подтягивается постепенно у нас давай накатить так а если блок угроз и такой оба из блока прям раз вот так вот все дыхание сбиваем по груди не работаем ну вот этот в броньки я еще чувствую этот в броньки еще давай подеремся ну хотя бы хотя бы что-то так до 40 подними окей будет интересная драка готовы по местам может интересно но недолгая парень опа такой раз два три отлично сильного кулачного бойца просто уделал как ребенка да тут как-то боец на бойца знаете ли не приходится так давайте посмотрим что за там еще охранник такой а сейчас только половина четвертого да так по моему там можно было официантки поспать наберись терпения милый а кто сказал что я хотел проходить супер таймфорс интересно очень интересно удачи блин не тонну что я не обязательно возьми стакан водки и и все уважали хотя и выглядела она как настоящая карга а может именно поэтому ее и уважали но с крючком это аргумент весомый сам ведь знаешь я не говорил что я хочу нет ни я могу жить их бояться сейчас до самой и бабушку уважали я тебя утомила я говорил что я может быть буду играть супер таймфорс но я не говорил что я буду записывать прохождение этого я сказать не мог не надо коверкать мои слова посмотри сам видео так совсем нет оставил молоко на же совсем не рассказывали я знаю что ты ведьмак а это ведь почти то же самое что и ведьму ты пользуешься чарами варишь эликсиры помогая женщинам в беде я не права вот видишь право ты бы понравился моей бабушке думаю она бы тебе понравилась кажется тебе наскучил мой рассказ давай уж до конца раскрытия ли с опытом так и слышу скрипучий голос бабушки часть и ласточки новозелья 2 чими риц и щепотка милы и готова мне действительно пора идти не буду тебя задерживать я до 6 просто отдохнуть хотел я валю для тебя 5 аренд 5 арендов давай с левардом побеседуем нет подождите он получается два часа надо замедитировать получается два часа замедитировать они три что собственно подтверждает чатик чё вот все в порядке да все верно 18 ну что охранничек о вот другое дело вот зажиточный купе жена купца ну кто а вы не думаете три с мире gold собственно персоны между прочим и немножечко лук то ото то 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 загадочная записка предмет для задания я случайно а ты что тут делаешь искал таю в этом сундуке ну да мало ли 1 0 1 0 в твою пользу но по правде говоря я надеялся найти какой-нибудь лучший напиток да уж вино здесь явно разбавлено я тут нашел одну бутылочку очень даже неплохая штука попробуешь с удовольствием спаивать его да теперь неизвестное масло до травяная так чё бы тебе такого споить то вот тимерскую ржаную не у меня есть что-нибудь единичненького вот альгадест что-то очень крутое поэтому не будем давайте раданскую травяную ну-ка маловато будет да хорошо догоняться будем нильфгардской лимонный ну чё еще мало еще накатим нильфгардской лимонный вот навсегда с собой таскать алкоголь полезная вещь отойти бы только сейчас от всего этого дела меч тут лучше не доставать я думаю не все это оценят без присутствующих давай 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 дверцу откроем член гора чё офигел что выходи давай взял как прям передо мной закрыл нужно всего лишь поднять налоги зажиточный купец может и торгуешься не будущее конец все миска черный это кого-то зовут миска или что а вот миска ну-ка давай-ка миска с едой окей филитис летнись барабанщик это просто просто группа какая-то безымянная таинственный аристократ а и стоп и стоп и стоп и стоп и у меня же тут загадочная записка отливка выполнена по плану мастер уже исчез навсегда убедить что никаких других следов не осталось не должно быть никаких доказательств подделки никто ничто не должно привести к нам и никто не должен привез связать меня с твоим патроном что касается остального ты знаешь что делать позаботься о ведьмаке персонажи талер ха ха тонко тонко так подождите давайте зайдем персонажи талер дневник персонажи талер 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 а барыга талер точно точно талер интересуется политической ситуации в изиме он черт с ним рюкзачок снова так и книжица чужие страны марка кноп ну по-моему все вряд ли здесь еще что могу там прочитать или еще что-то такое а вот с таинственным аристократом дайте пообщаемся он просто таинственный и не более того трис нужно сдать квест так чуть-чуть чуть-чуть вот травяную травяную возьмем и все трис поговорим немножко под шофе страшного месте и перестань хмуриться все будет хорошо меня что-то бог побаливает может вернемся к тебе и проверим нет ли внутренних повреждений этим мы займемся после приема да ладно геральт не так все плохо общаться глупости какие общаться ну хорошо 30 я не задание обновлено замечательно ну тут проблем как бы в другом проблем как бы в другом так я осмотрюсь может встречу кого-нибудь интересно ну вот я думаю может быть сейчас этого таинственного аристократа гопнуть все фигня член городского совета ну-ка с тобой поговорим видимо там внутри вот этого помещения меня все таки что-то ожидает но я надеюсь а и нас объявили смотрите геральт нас объявил добро пожаловать на пир левого собственно левого арден жена купцам так ада граф дэвэд велерат велерат ты-то мне и нужен велерат геральт позволь представить тебе ипата велерата мне очень приятно приветствую ведьмак давно не виделись велерат правая рука короля фольтеста госпожа 3 весьма добра мы тут все свои чего формальности если хочешь открыть фабрику магазин или убить монстра или попросить о чем-то короля в первую очередь надо идти ко мне я запомнил вопрос решает но нам надо поздороваться с другими гостями и пад решает вопросы а понятно это он тоже под шоффе ну так вот по виду а талер здорово можешь познакомиться с талером талер здесь доброе утро позвольте представить моего хозяина благородного эркина фон бланта приветствуем ждать эркин принял обет молчание поэтому не может нам ответить вам наверное интересно какова причина дурманина вот уж действительно он принес в своей жизни много клятв одна из которых защищать королевскую семью увы по неизвестным нам причинам принцесса от да не слишком его уважает но увы и клятвам нужно следовать несмотря на обстоятельства а какова твоя роль в этом думаю его клятвы на тебя не распространяются он позволил мне говорить от его имени я служу при нем советником конечно не будем тебя беспокоить пойдем геральт однако он уверенно движется по социальной лестнице стоит от талер больше с ним да больше я с ним не поговорю хорошо следующий граф 9 и от да по беседу ну естественно от да госпожа позвольте представить вам чародейку трис меригольд и дэвид а этот из ордена кто это мы ведь знаем друг друга не так ли ведьмак можно сказать и так принцесса да я действительно принцесса хотя я не всегда чувствую себя таковой так много обязанностей ты себе не представляешь ведьмак почему ты так на меня смотришь тебе не нравится мой наряд простите госпожа на даже лучшие наряды меркнут сравнение с вами вижу ты все еще носишь наше это жерель из камнем прокачать что-то ушла с крана то коза простите господи даже лучшие наряды меркнут сравнение изысканный комплимент следи за тем что говоришь мутант тихо дэвид это был комплимент я сама буду решать оскорбил он меня или нет ваше сочетство он выродок молчи дэвид нет уже валюта утонченность можешь идти она мне сказал интересно можете тут ни с кем по второму раза нельзя поговорить почему ну значит с кланом левард мак геральт из ривии и как всегда очаровать приветствую благодарю что пришли здесь почти все кого я пригласил посмотри на этот зал ведьма ты увидишь что тут представлено все королевство любой у кого есть власть был приглашён сюда спасибо за приглашение поговорим позже простите меня но я должен вернуться к своим обязанностям хозяина поговорим попозже ты знаком тут уже со всеми важными персонами узмак мне надо поговорить с левого орденом будь осторожен люди могут попытаться вытащить из тебя информацию из меня и обычный ведьмак будь начеку тут у каждого слова есть политический подтекст что у нас теперь пишут про роскошный прием возможно стоит немного поговорить с гостями а ну давайте поговорим с гостями так сначала сохранимся потом начнем разговоры по второму кругу так таинственные эти эти не разговаривают этот не разговаривает от да я хотел поговорить не с тобой думаю что с этими ребятами нужно будет поговорить только этот неразговорчив не но он как больше а вот так вот да ну давай и начнем с тусенского красного мне кажется много то не надо в его то кондиции местная перцовка всегда помогала черта до сих пор живу не львгардская лимон ненькая ну-ка боже ты мой ты крепкий травяную разговоришься нет тоже промолчать ну-ка блин чё дальше пить ребят я не знаю просто вот кто точно знает напишите дальше пить то что у меня чё то такое чувство что не стоит с ног повалюсь не ровен час лан короче не буду я попросил тех кто точно знает а не всех а куда барыга делся ну ладно говори свободно геральт не бойся я хотел поговорить о принцессе я же сказал никакой политики а проклятие дьявол тебе забери надо было просить что-нибудь покрепче ладно спрашивай у принцессы бывают странные сны откуда черт возьми мне знать я уже давно не разговаривал с аддой рядом все время ошиваются эти ублюдки из ордена может быть странное поведение геральт на волосок от того чтобы тебя обвинили в измене велерат я спрашиваю не потому что хочу получить какое-то влияние и не из-за своего извращенного любопытства извращенное любопытство это да наша милая принцесса абсолютно нормально ну физически по крайней мере с головой то она не слишком дружит она агрессивна чем-то обеспокоена вот дэдшот 98 меня смущает одно единственное в том сообщении его начало мне кажется спорченой девицы я не знаю она какая с моей точки зрения договори ты уже ей нужен нормальный мужик но нормально бы ее трахал о откровение и такой пьяный ведьмак да окей понятно мы узнали что чем живет принцесса где талер я вот понять не могу куда делся таль я талер я тебя догоню а вон он судим прицелюсь какой-то из этих двоих точно талер сохранимся пока он к талеру там потихоньку ковыляет наслаждаешься и всеми фибрами мало еды негде сесть и все обмениваются банальными фразами к тому же я единственный кто не вовлечен ни в одну интригу или тайный союз пришло время для новых обычаев и традиций думаете лучше показать нильфгаарду что мы варвары что мы путаем вилку с гребенкой знаем только одно как пировать напиваться орать похабные песни и шлепать служанок по задницам извините но как осколок прошлого я очень привязан к старым обычаев новые мне никогда не нравились но не вешай мне лапшу на уши кто-то и зачем ты здесь я патриот все делаю на благо королевства говори прямо как всегда говорил скупщик краденого талер пройдоха талер ничего за бесплатно не делает скупщик краденого талер мерзавец которому вряд ли понравится если в храмовом квартале узнают что он то и дело трется среди сливок высшего общества в изимы пусть скажу тебе дружок тут завязывается такая драка что пощада никому не будет а побежденных вороны будут клевать тебе придется сражаться за новый порядок мой анахроничный друг или против мы будем сражаться за традиции обычаи наше имущество и наших баб против кого кто тут такой плохой куда же без баб хочет украсть обновать тебя не буду ты свой человек и у нас общее дело так скажу как есть пока не знаю но когда узнаю настанет час меча и топора кровь будет течь по улицам и для твоего нейтралитета дружок попросту не останется место чуме все пугает это невозможность нейтралитета понять не могу так только не крути это дэвид кто он дать про девито спрошу 9 что тут делает этот дельфгардский пёс всего лишь пешка понятия не имеют его так долго терпит объяснить как и большинство рыцарей ордена он комплексует по поводу размеров своего перца поэтому он становится не фаршированного конечно же раз как что-то его пугает к тому же конечно же имеются ввиду фаршированные перца нашей принцессе можно разное говорить но она ведь не настолько глупо возможно принцесса ведет свою игру несомненно но она могла бы осторожнее выбирать союзников в отличие от шахмата в этой игре на кону жизни я боюсь что кто-то ее использует левого арден каким образом связан с этими переменами я бы хотел чтобы эркин лично встретился с ним его намерение для нас абсолютная загадка для меня тоже правда что ты имеешь ввиду твоя подружка кажется очень неплохо ладит с левого арденом для двух мало знакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров сам посуди я доверяю трис ты знаешь ее лучше чем я но не говори потом что тебя не предупреждали что касается лео у вас я же не говорил и потом скажет является членом некой международной организации купцов банкиров и прочих богачей ганза какая-то так почему тебя так беспокоит мы не трогать во хороший вопрос отлично почему тебя так беспокоит мой нейтралитет с какой стати ты из кожи вон лезешь лишь бы затащить меня в игру которая меня не касается и не интересует эта игра касается тебя даже больше чем ты можешь вообразить или ты хочешь сказать что тебя не интересует конфликт между белками и орденом или ты хочешь сказать что тебе все равно а как насчет твоей полюбовнице трис меригольд это мое личное дело я хочу уничтожить саламандр это моя единственная цель у саламандр есть покровитель либо кто-то из присутствующих здесь либо кто-то из тех о ком здесь говорят ты по уши увяз в этом волк нравится тебе это или нет прочитайте последний вариант 5 повторяю что я почему-то последний вариант ну то есть я знаю почему но последний вариант диалогах я всегда не вижу прочитайте мне пожалуйста потому что я не знаю такой-то именно конкретный вариант или как бы завершить диалог прощается а хорошо туда 1 кто ты на самом деле только не пасе дружок тимерянская разведка я выполняю короля я нахожу предателей крыс и агентов я шпион высокопоставленный шпион не могу этого такого личный вопрос амфибии которых ты ищешь это личное дело или же идеологическое личное это личное это личное объяснить они меня ограбили и убили кое-кого кто был мне дорог этого достаточно понял спасибо за откровенность да пожалуйста так и четвертый вариант поговорим об этом позже подожди минутку мне надо перекусить задание обновлено прошлое так но в большей степени меня сейчас что прошло талер заставил меня понять что моими поступками движут личные мотивы хорошо так а про снеглазу я должен найти доказательства что девушка из борделя и есть сестра рыцаря хорошо роскошный прием для начала немного поговорить с гостями и так получается я помню только сады и не говорил еще давайте попытаемся о ведьмак подойди дэвид налей мне вина вон у того пажа в другом конце зала ваше высочество теперь мы можем разговаривать свободно я отправила дэвито подальше геральт расскажи мне про ведьмаков только избавь меня от разговоров об этом вашем кодексе что вы хотите знать госпожа каковы ваши взгляды на политику для меня политика это как мимолетное свидание с любовником ты согласен конечно ваше высочество так я впечатлен вашем сравнению вы никогда не пробовали заниматься изящными искусствами о да он вашем сравнении так никогда не пробовали линия к линии подобьем ваше высочество я вынуждена изучать всякую чепуху но от книг не скучно как от поэзии по большей части согласен книги это для зануд неважно вернемся к нашим любовником бродящим по этому залу понимаешь ведьмак политика все же чем-то похоже на роман все начинается с заигрывание взглядов разговоров взгляни хотя бы на эту чародейку рядом с его варданом танец все больше напоминает прелюдию и похоже на нашего благородного эркина и его придворных подхалимов потом человек охватывает страсть непреодолимое желание совокупляться грубо подобно животным а в конце промолчал и печальный рутинный процесс лишенные и романтики и страсти к примеру вели рад и дэвит простите меня ваше высочество закашлялся мы ведь взрослые люди геральт и мы оба знаем чего взрослые люди хотят друг от друга я к примеру стараюсь не лезть в политику второй вариант второй ряд мне нравится x сводится к одному красивых могу я задать вопрос продолжай а как к этому относится король я имею в виду в политической сфере конечно скучный вопрос я выросла голодный а на этом пиршестве и посмотреть не на что я устал от язычков куропаток и икры больше всего я хочу придумала и если ты правильно угадаешь и принесешь мне то что я хочу больше всего я отвечу на твой вопрос зашибись так мое любопытство так и не будет удовлетворено позвольте мне откланяться госпожа ну давайте не знаю мое любопытство так и не будет удовлетворено позвольте мне откланяться госпожа я разочарована ведьмак подождите подождите нет нет ноу 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 и и и и